Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Верите или нет, но в 1980-м Венесуэла была богатейшей страной в Латинской Америке. Высокие зарплаты, лучшее здравоохранение и образование. А также, в сравнении с соседями, стабильная демократия. А потом наступил энергетический кризис, и на Венесуэлу пришла инфляция, в то время более 100% в год. Инфляция делает людей бедными, так что вскоре уровень нищеты удвоился. К 1995-му 66% венесуэльцев стали нищими. Нищета радикализирует избирателя, так что неизбежно в Венесуэлу пришли радикальные политики. И вы знаете, что было потом. Венесуэла сейчас одно из худших мест на нашей планете. Несколько лет назад жители Каракаса были вынуждены есть с животных зоопарка. Не было никакой еды, а также электричества. И так за полпоколения развитое общество отбросило в каменный век. США не грозит стать Венесуэлой через неделю, но мы туда движемся. И инфляция — основная причина. Из всех экономических бед, обрушивающихся на страну, инфляция — самая опасная. Она не только делает людей беднее, но также полностью уничтожает доверие к власти, которая печатала валюту, ставшую уже туалетной бумагой. Инфляция — это не деяние Господа, как засуха или ураган, а наследствие беспечности, как и пьяное вождение. Она — доказательство безответственности и глупости властей. Поэтому инфляция и свергает правительство. При инфляции уже не притворишься, что хорошо работаешь. Ты плохо работаешь, и все уже это знают. Так что ясно, почему администрация Байдена так переживает об этом. Рейтинги Джо Байдена на исторических минимумах. Избиратели говорят, что их главная забота — инфляция. Одно напрямую связано с другим. Так что важнейшая задача Байдена — это убедить американцев, что он понимает их страдания от инфляции и резко ухудшившейся экономики, и что у него есть план по исправлению этого. Если он не сможет убедить американцев в этом, то мы еще не скоро увидим другого президента-демократа. Слава богу, у Байдена есть план. По крайней мере, новый публицист, образец риторики, гуру политики. По имени Карин Жан-Пьер. Это работа Карин Жан-Пьер — дать американцам посыл экономической надежды и спасти этим администрацию Байдена. Она начала в понедельник. Вот ее первые слова на подиуме. Я, конечно, остро осознаю, что мое присутствие на этом подиуме означает многие впервые. Я черная гей-женщина-иммигрант, и это впервые на этой должности. Что ж, это немного сбивает с толку, ведь это не об Америке, а о ней. Но все же мы узнали, что Карин Жан-Пьер — черная лесбиянка, которая, как она указала нам, впервые на этой должности. Прислушайтесь. То, что вы слышите на фоне, — это тысячи стеклянных потолков, разлетевшихся на миллионы мелких кусочков, которые завтра уборщики сметут в мусорке ханжества и ненависти, потом это вывезут на свалку и захоронят. Это новый день, Америка. Как ты? Ты все еще не можешь позволить себе починить холодильник или пойти к дантисту? Но с другой стороны, у Карин Жан-Пьер хорошие новости для тебя про нее же. Карин Жан-Пьер только что достигла важной личной цели и переполнена самолюбованием. Поздравляем, Карин Жан-Пьер! Твои достижения — это достижения Америки. Надеемся, тебе приятно. Ты захочешь удержать это ощущение, которое испытываешь, и сохранить его, как греющая душу, пока Америка нищает так, как ты даже не представляешь. Например, по всей стране родители не могут найти детское питание, ничего важного. Но вообще-то это важно, так как из-за этого некоторые дети были госпитализированы в Теннессе. Тем временем цены на удобрения бьют рекорды. Это означает нехватку еды по всему миру, а кое-где и голод, а также дефицит у нас. Нехватка еды, по сообщению Блумберга, цитата, «не минует никого». А тут еще цены на бензин бьют рекорды, и они не снизятся. Майк Дженнингс, глава крупного нефтеперерабатывающего завода, говорит, что цены не снизятся в обозримом будущем, цитата. «Я не вижу, что это скоро или хорошо закончится». И это из-за инфляции по всем главным секторам экономики. Аксио сообщил сегодня, цитата, «инфляция толкает цены все выше, и некоторые из них могут никогда не вернуться на привычные американцам предпандемийные уровни». Более половины глав компаний в стране публично предвещают неминуемую рецессию. Это они говорят открыто. Представьте, что они говорят не открыто. Морган Стэнли говорит, что есть 27-процентный шанс рецессии в следующие 12 месяцев. Это на 5% выше, чем 2 месяца назад. И это пугает. Но самое страшное, что у нас заканчивается энергия. «Конгресс не принимал новую зеленую сделку, но мы ее все-таки получили, и вот итоги». Согласно Уолл-стрит-джорнл, цитата, «от Калифорнии до Техаса и Индианы», поставщики электричества предупреждают, что производственные мощности едва справляются со спросом. И эта разница может привести к отключениям во время жары и других пиков потребления уже в этом году. Другими словами, включите кондиционер в августе, и он не включается, как и свет. Среднеконтинентальный независимый оператор систем, контролирующий энергетику в Среднем Западе, заявляет, что, цитата, «готовится к экстренным мирам ввиду проблем этим летом с мощностями», другими словами, «никакого электричества». Североамериканская корпорация электрической надежности, контролирующая энергопроизводство в стране, оценивая этот год, заявила, что вся западная часть США, цитата, «перед риском ЧП в энергетике из-за ограниченного производства электричества для поставки». Итак, такого никогда не было, но происходит сейчас. Почему? Почему это происходит? Что ж, согласно Уолл-стрит-джорнал, цитата, «проблема в том, что ветряные солнечные фермы, наиболее дешевые формы производства энергии, производят электричество непостоянно и нуждаются в больших аккумуляторах, чтобы хранить энергию». И это не просто проблема. Оказалось, что это непреодолимая проблема, так как половина электричества, произведенного в США за прошлый год, 42%, произведено ветряками. Засуньте много яиц в корзину с ветряками, а какие-то штаты типа Калифорнии обязались перейти на 100%, цитата, «восстанавливаемой энергии» к 2045-му. Может, к 2045-му у нас будут какие-нибудь научные открытия, которые сделают это возможным. Если нет, у Калифорнии будет еще меньше энергии, чем сейчас. Живя в нашей стране, вы не думали, что настанут времена, когда они не обеспечат вас светом, эти времена наступили. Это шокирует. Но если вы злитесь, то мы хотим, чтобы вы успокоились, обратили внимание на тот факт, и мы проговорим его медленно, чтобы вы прочувствовали. Наша новая пресс-секретарь Белого дома — черная лесбиянка. Ура! Что ж, пресса Белого дома была впечатлена, даже очарована, для чего это, по сути, и говорилось. Но у нашего Питера Дуси был один вопрос. Что администрация Байдена собирается делать с умирающей экономикой, и как именно повышение налогов для американцев поможет им платить за товары? Вот ответ Карин Жан-Пьер. Как повышение налогов для корпораций уменьшит инфляцию? Итак, вы говорите о каком-то конкретном твите? Он написал, хотите снизить инфляцию, давайте убедимся, что богатейшие корпорации платят по справедливости. Смотрите, знаете, мы говорили об этом, говорили об этом в прошлом году, о том, что богатые будут платить по справедливости. Но как повышение налогов для корпораций снизит цены на бензин, на машины, цены на еду для простых американцев? Что ж, смотрите, я думаю, мы поддерживаем тех, кто хорошо справляется, да? Особенно тех, кто заботится о климате. Поддерживаем честные налоги, которые не направлены на рабочих, полицейских, строителей и на их доходы по сравнению с самыми везучими людьми нашей нации. И не даем этому встать на пути снижения цен на энергию и борьбы с этой экзистенциальной проблемой. Если вы представите это как пример... Итак, вы не могли себе представить, что возможно приводить такие тупые примеры еще более тупым, едва связанным языком. И именно это она и сделала. Вы еще не убеждены, что Байден знает, как управиться с инфляцией. Это уменьшило вашу уверенность вместо ее усиления? И честно, мы уже ничем не можем вам помочь. Вы неисправимы, и по сути знаете, кто вы. Возможно, вы уже сами в курсе, что вы расист. Так мы называем людей, которые продолжают задавать сложные вопросы об экономической программе Джо Байдена. Они расисты. И основная проблема Америки — это избавление от них. Вот MSNBC, чтобы напомнить вам. Митч МакКоннелл близко не подошел к порицанию белого супремасизма, которое сегодня сделал Джо Байден. Но почему? Потому что они сделали это частью республиканской коалиции. Каково объяснение? Это то, что правые всегда делают, чтобы потакать движению белых супремасистов, говоря, «Эй, это свобода слова! Руки прочь!» Экстремизм и белый национализм, который растет не только в темных уголках интернета, но и в риторике. В более облегченной и ослабленной версии основной риторики республиканской партии. «Вы слышали от этого прилизанного?» «Свобода слова!» «Это белый супремасизм», — говорит Чак Тодд. «Это белый супремасизм!» «Вне толпы!» «Бежа!» «Хватит жаловаться!» «Вы и ваша свобода слова!» Гейл Кинг из CBS — журналист. Талантливый и осыпанный наградами журналист. Так что она точно знает, какой вы расист. Вы настолько расист, что члены ее семьи не могут даже выйти на улицу. Посмотрите. «Я так напугана. У меня есть племянник, живущий на Среднем Западе. 20 с чем-то чернокожий, выгуливающий собаку, который говорит. Я никогда не боялся выгуливать собаку. Теперь я на Среднем Западе гуляю, занимаюсь делами и думаю, что это может случиться». Да уж, белые супремасисты просто придут и убьют его первой поправкой. Вот что случается, когда ты выгуливаешь собаку в нашей стране. Все плохо. Расизм против семьи Гейл Кинг, возможно, самая большая проблема в Америке. И так и есть. Проблема определенно не в том, что у нас кончается энергия для обеспечения цивилизации. Это вообще не проблема. Возможно, вы поэтому не читали о том, что внутренний департамент анонсировал закрытие миллионов акров нашего производства энергии. Все, нету. Нельзя брать энергию оттуда. Она есть, но вам нельзя. Зато знаете, что мы можем? Покупать у Венесуэлы. Да, можем. 20 минут назад они говорили вам, что Венесуэла — это преступный режим. Теперь Венесуэла будет поставлять нефть. Не мы. Мы не можем. Это аморально, так как климат важен. Но Венесуэле можно. Администрация Байдена делает все, чтобы позволить Соединенным Штатам покупать венесуэльскую нефть напрямую. Что это значит? Не думайте об этом. Думать об этом — расизм! Это как первая поправка. Это белый супремасизм, если не верите. Карин, Жан-Пьер напомнит вам. Дональд Трамп ведет расистскую кампанию. Великий маг родительского движения, которое невероятно расистское. Кстати, он расист и ханджа. Если он ходит как расист, говорит как расист и действует как расист, то он расист. По всей стране мы видим ужасные законы притеснения избирателей, что есть истинный расизм. И у нас президент-расист в Белом доме, который манкирует своим расизмом. Потому что я скажу вот что. Мы знаем, что Дональд Трамп расист. Я хочу спросить вас, чтобы сменить тему на минутку, о расистских твитах Дональда Трампа. Системный расизм и как он влияет на страну. Дональд Трамп — самый явный президент-расист за долгое время. Наша страна должна начать говорить об искоренении системного расизма. Фокс Ньюз были расистами до коронавируса, оставались расистами во время коронавируса, Фокс Ньюз будут расистами и после коронавируса. Знаете, о чем мы должны говорить? Карин Жан-Пьер уже сказала. Знаете, нам нужно поговорить и под поговорить, я понимаю, ты заткнись, я говорю. Нам нужно поговорить о том, насколько ты расист. Прям очень. Так что если вы не можете включить свет или пойти к дантисту, или если вы один из немногих в стране, кто заметил, что цены на мед удвоились с декабря, почему это происходит? Заткнись, расист. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok